Всем привет! Сегодня я в таком очень-очень странном образе, потому что буду рассказывать вам о косметике МАК, как вы поняли. И все наши маковские... проверяла, не синие ли зубы. Все наши маковские визажисты, в принципе, ходят в таких готических образах. И я решила, почему бы и нет, сделаем то же самое. Так что сегодня у меня очень яркий макияж, сейчас у нас полпятого утра. Итак, давайте я вам расскажу. О чем же буду рассказывать? В этой косметике МАК у меня много. Сказать, что много, это я ничего не скажу, потому что ее действительно очень много. Она у меня собрана вся в их же пакетиках. И давайте начнем. Я просто буду брать хаотичные любые продукты. И, кстати, я забыла еще один положить сюда. Все. Теперь точно все. И начнем. Первый продукт, который мне попадается в руки, да и, в принципе, это и логично, потому что это последний продукт, которым я пользовалась. Это их знаменитейшие румяна, которые, в принципе, все используют как скульптор. Называется Гармония. Все вы прекрасно их знаете. У меня данный продукт очень сильно покоцанный, то есть весь побитый, разбитый, бедный мой. И мне кажется, что если бы я его не ударила, он бы выглядел как нолький, потому что это какой-то нескончаемый продукт. Я его использую уже два года. Ну, очень часто, я могу сказать, использую. Я даже больше подчеркиваю не скулы, я, если бы откровенно, как бы немного делаю свое лицо овальное. Оно, как бы, в принципе, и так овальное, но надо еще немножко подкорректировать все дела. В общем, очень хорошая вещь, подходит реально почти всем. То есть я делаю макияж на многих людях, и какой бы цвет кожи ни был, оно, в принципе, если его наслаивать, хотя наслаивается, оно хорошо подходит и прекрасно смотрится. Оно не смотрится какой-то ржаной, какими-то пятнами, поэтому если уж покупать какой-то продукт для скульптурирования, то это гармония, либо у них есть еще более оттенок насыщенный и темный. Я первый раз кущу лампочку, верхнюю неполное освещение лампочку. Что-то она меня пугает, как-то она хрустит. В общем, еще один оттенок есть у тумака, более насыщенного такого, более насыщенного румяна, называется Чоколад Свиз. Поэтому если у вас оттенок кожи где-нибудь медиум, либо уже там что-то еще более дальнее, то есть по оттенкам, ну, загореленькая, в общем, шоколадка, то для вас Чоколад Свиз будет как скульптор. Следующий продукт, ладно, пусть будет он. Это вот такая вот палетка теней, здесь у нас пять теней, называется эта палетка Браун Дукс. В принципе, да, вот такие вот здесь пять полосочек, зубы не синие. Я просто первый раз у нее эту помаду, в принципе, одела на себя, поэтому вот пока еще не знаю, как она будет. В общем, вот такие вот тени, здесь они все либо с шиммером, либо с глидером. Вот эти вот вообще два оттенка, они смотрятся практически как с людо на глазах. Я, в принципе, вам поближе покажу то, что у меня сейчас на глазах золотинка, это вот именно вот этот вот средний оттенок. Мне тени Мак нравятся, поэтому все тени, которые я вам буду показывать, они все хорошие, но просто какие-то выделю, потому что использую их немножко иначе. В принципе, здесь оттенки такой палитры спокойной, ну, для меня, честно говоря, это очень спокойная палитра. Здесь единственный последний оттенок, он с таким фиолетом присутствует, но когда его растушевываешь на глазах, этого фиолетового пигмента практически незаметно. Поэтому палетка мне нравится, но покупать вот такие вот штучки я не советую в Маке, просто потому что для нормальных кисточек, для теней, не очень комфортно набирать, потому что некоторые оттенки просто вместе смешиваются, и вообще палетка очень пачкается, на ней остаются отпечатки. Ну, мне не нравится, как это будет. Вот следующий продукт. Это будет у нас вот такая вот, ну, вообще у них это называется Color Base, но, боже мой, хайлайтером я это считаю в оттенке Shell. Сразу говорю, хайлайтер продукт не нужен для многих, то есть, если вы не такой прям профессионал, ну, в общем, если вы не очень сильно любите косметику, а просто им пользуетесь и наслаждаетесь от того, что у вас губы первый раз в жизни красного цвета, зачем вам эта фигня? Серьезно. Я это просто купила, потому что мне действительно нужно было для каких-то визажей делать это на себе, я это не использую, потому что этот продукт, особенно при дневном свете, видно, и как бы делать иллюзию того, что у меня выделены как-то скулы еще больше, там, не знаю, немножко блестит нос, верхняя губа, мне этого не надо. Но для визажей, для фотографий, для каких-то более, скажем так, свадебных макияжей, вот эта вещь, да, она нужна. Следующая вещь, я ее сейчас пока что и только недавно начала использовать, ну, потому что, в принципе, недавно она у меня появилась, это пигмент от Мак, ванила, да, все верно, ванила, в принципе, он у них один такой. Чего сказать, в принципе, я его использую под брови, так как брови я крашу краской, я их подчеркиваю все время снизу либо белым карандашом, а потом заполняю бежевыми тенями, не бежевыми, знаете, как сказать, слоновой кости цвет, вот, либо, в принципе, теперь использую ванилу. Она, когда растушевывается, она сливается с оттенком кожи, поэтому бровь вроде и подчеркнута, вроде и нет, вот, и заполняю гелем для бровей, сами брови бесцветным, чтобы они держали более-менее как-то форму. В общем, прекрасный продукт, использовала его также в макияже, когда участвовала на Невских берегах. Я буду еще показывать продукты, буду говорить, использовала ли я их или нет, а потом уже покажу вам образ полностью, что у меня было такое, потому что, я говорю, за жизнь же все-таки, боже мой. Вот, заговорили мы как раз про гей для бровей, и вот он как раз попался бесцветный, пахнет не очень приятно, откровенно говоря, но он фиксирует. Для меня это самое главное, потому что мои брови, кто смотрел когда-то мои видео про макияж, это у меня было года два назад, я немножко так снимала каких-то снежных королев, еще что-то, чего-то. В общем-то, все видели мои шикарные брови, которые удалятся во все стороны, их ничем не уложить. Изначально у меня был трюк, я пшикала на кисточку лак, и использовала на брови, но брови стали очень жесткими, и мне это стало неприятно, поэтому теперь я перешла на гель для бровей. Мне, в принципе, нравится, запах выветривается спокойно, быстро, фиксирует, и слава богу. Не знаю, почему именно это попалось мне в руки. В общем-то, ничего особенного реснички от мак. Я еще пока ни на ком их не испробовала, потому что, честно говоря, мне просто жалко ресницы от мак на ком-то использовать, поэтому, может быть, в скором времени я просто придумаю на себе какой-то образ и использую их, хотя они длинноваты, и мне кажется, что ресницы просто будут заходить на уровень бровей, так как у меня небольшое расстояние между глазом, между веком, и, короче, и бровями, что печально. И, кстати, у мак такая странная система движения ресниц. Мне, честно говоря, не очень нравится, потому что я до этого очень долго додумывалась. И меня, кстати, я даже специально нашла. Так, мне подруга уже три или четыре назад дарила ресницы мак. Для меня это было что-то нереально. Они выглядели вот так. Ну, если их соединить, потому что я их порезала. Мак и мак. Я думаю, ребята, вот это мак. Это не знаю что, но когда она мне их дарила, я просто была на 7-м недочасти. Это же мак. У меня еще на тот момент ничего из мака не было, но были ресницы из мака. Так, давайте тогда достану вот этот вот пакет. Это была у нас какая-то коллекция была. Боже мой, совершенно недавно. В общем, в таких пакетах мы вдавали рождественская коллекция. Мы вдавали подарки, покупки всякие. И, в принципе, я один пакет смазила, потому что из коллекции на тот момент я ничего не покупала. И все подарки я, кстати, в эти же пакеты новогодние упаковывала. У меня здесь лежат продукты для губ. Только я не помню, положила ли я сюда праймер. Но, в принципе, давайте начнем, буду показывать. Все, что в руки попадается, то и показываю. И первое, что попалось, это помада, которая сейчас у меня находится на губах в оттенке мат Royal. Эх, королевский. Боже мой, королевский оттенок. Ну, это же чудесно. В общем, что могу сказать. Эта серия помад мне знакома матовой. В принципе, они подсушивают губы, но нанесение у них еще сложнее. Боже мой. Ну, если вы, в принципе, не очень хорошо владеете нанесением помад, особенно красных, то лучше не браться реально за эту серию. Матовые помады всегда, в принципе, были сложны в нанесении. И сделать ровные губы дорогого стоит. Но мне эти помады нравятся. Они стойкие, они смотрятся великолепно на губах, какого бы оттенка они ни были. Даже вот такого. Поэтому я их беру и буду, наверное, еще брать. Знаете, как-то мне девчонка одна... Одна гробница, господи. Коллега показала какие-то приколы. Знаете, из контакта. Мол, я забыла. Короче, что-то там про 72 помады MAC. Что, девушка, зачем вы краситесь? Короче, неудачно получилось. Если я это найду, то я вставлю. Боже мой, позорюсь только. Потому что я никаких приколок никогда не считаю, поэтому я ничего запомнить не могу. Следующая помада, которая попалась, это MIF. Это из сатиновой серии. В принципе, она смотрится на губах матовой. Мне она нравилась в какой-то момент. Я вам давно ее еще показывала, года два назад. Но сейчас я пользую только яркие помады. И вот это просто сейчас не для меня. Хотя иногда у меня бывают моменты, что я ее ношу и смотрю все такой маленькой, миленькой девочкой. Но у меня сейчас, как вы видите, образ немножко более дерзкий, что ли. И поэтому, как бы, не знаю. Мне всегда хочется яркие губы. Хотя, если я выхожу без макияжа, это бывает очень часто, потому что у меня сейчас просто все заколебало. Моневские, работа, потом больничные, учеба. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. И это такая. Не надо краситься, все. Отложили. Вот у меня здесь вся косметика лежит. Я все убрала в чемодан. И, наверное, недели две точно вообще без макияжа не ходила. Точнее, без макияжа ходила. В общем, да, помада хорошая. Сейчас я вам покажу. В принципе, не буду по отдельности говорить про эти продукты. Карандаши для губ. У меня есть в оттенке, это самый первый карандаш, который я покупала. Current. У меня есть. Есть еще вот этот вот, который следующим был. Brick. Вот эти карандаши я люблю больше всего, потому что у меня есть помады, которые под них подходят. И я их также использую без помады. И также оттенки, конечно, я использую вот очень редко вот эту вот Мажету, потому что она, ну, необычного для меня, честно говоря, цвета, но иногда бывает. Также просто, чтобы улучшать контур губ, если использую какие-то очень неяркие помады, то тогда Oh Honey. Красная. Ruby Woo под цвет моей помады. Также Revius. В общем, вроде как-то так. И последняя Morning Coffee. И опять же под цвет помады, который у меня есть от Estee Lauder. Я знаю, что говорится не так, но простите. В общем, карандаши у них хорошие, мне нравятся, в принципе. Но и другие карандаши тоже неплохие. Просто эти я использую очень часто как самостоятельное средство, то есть как а-ля помаду. И поэтому мне надо, чтобы они держались долго и никуда не скатывались. И ничего с ними не происходило, и они не крошились в манку. Поэтому я выбираю либо Мак, либо Ева Мозаик. Потому что у них просто чудесные карандаши за 200 рублей, наверное. Сейчас, не знаю. Я покупала за стопус. Это давно было, но было. Следующая помада, которую я вытащила. Retro Matte Flat Out Fabulous. И, в общем, да. Оттенок очень яркий, скажу вам честно. Но это будет видно по видео, которое я буду снимать поближе. Я ее еще не использовала. Пока еще не решилась использовать. Потому что, я не знаю, у меня упаковка от нее осталась. Может быть, я ее подарю. Потому что у меня есть похожие оттенки помад. И я так... Не знаю, в общем. Потому что мне жалко просто люксы. Ну, не люксы, а профессиональные вещи сейчас использовать. Пока я учусь макияжа только. Потому что, ну, как бы, мы наносим макияж. И модель снимает его через 2 минуты после нанесения. Ну, когда я заканчиваю. Потому что она не выходит с таким макияжем. Ну, у нас вот такая система. Потому что девчонка, которую я крашу, она не любит в принципе макияж. Она смывает его всегда. Я смываю макияж всегда, потому что мне не нравится, когда меня красит. Потому что, ну, мне кажется, у всех так, знаете. Если человек сам красится, то у него есть какие-то определенные плюпочки в бровях, в губах. Вот у меня в губах определенная плюпочка. Мне их всегда. Так как у меня вот эта вот губа, нижняя, в общем-то, больше. А верхняя чуть-чуть поменьше. Мне всегда пытаются нижнюю исправить. И когда я поворачиваюсь, в принципе, объем-то виден. И видно, что этот объем пытаются вскрыть. И это странно смотрится. Но это же правило мизажа, которым надо соблюдать. И, в общем, мне не нравится, как меня красят. Вот, вот, серьезно. Ну, мы о помадах говорим. В общем, ретро-мат, это Fabulous. Падра, это Fabulous. В общем, помада мне из этой линейки нравится, но цвет шикарный. Я, наверное, оставлю, честно. Просто буду пользоваться сама. Следующая помада в оттенке Hymn. Опять же, матовая серия. Интересный оттенок. Действительно интересный. Но на моих губах он почему-то все-таки больше идет не в бордо, а в коричневый. И меня это смущает, честно говоря. Потому что, как бы, ну, не знаю, не знаю. Но я их все равно использую. И просто пока еще пытаюсь подобрать под него определенные оттенки макияжа глаз. Чтобы она уже как-то, ну, цвет помады вытягивала все-таки больше с красноватым пигментом, чем с коричневым. В общем, все сложится, ребят. Следующая помада, это из минеральной коллекции. Сейчас я вам скажу. А, нет, не минеральная. Я почему-то была уверена всю жизнь, что это минеральная серия. Ладно. Pro Longer Lip Cream. Pro End. Pro End. В общем, тут цифры выбиты, чтобы узнавать срок годности и не прочитать. В общем-то, оттенок. Красная помада. Боже мой, боже мой. В общем, мне она очень нравится. Она, честно, намного лучше, чем Estee Lauder. У меня есть те помады. Именно по нанесению, по ощущениям и по тому, как она держится. Одна из самых лучших красных помад, которая не сушит губы. Она смотрится примерно как нубы, только чуть-чуть-чуть-чуть все-таки видно, что она не прям высыхает, как нуба, а не знаю, как описать. Ну да, кремовая. Что-то моргнуло, и мне уже показалось. В общем, мне нравится эта помада. Она действительно стоит своих денег, и мне нравится ее нанесение. Следующая помада, моя одна из старушек. Rebel оттенок, опять же, сатиновая серия. Обожаю эту помаду, использую часто. Это вот реально мой оттенок. Я до сих пор помню, когда я первый раз пришла с ней на губах, все подумали издалека, что она синяя. Ой, ну синяя, черная. Потому что у меня синяя помада на губах, и я чуть-чуть про синий цвет подумала. Хотя мне кажется, что вам не видно, что она синяя. Мне кажется, она смотрится черной. В общем, да, крутяцкая помада я действительно люблю. И очень сильно. И последняя, слава богу, последняя помада, это ретро-мат коллекция Ruby Wood. Она наносится катышками. Это самая сложная помада в нанесении, которую я только пробовала. Ее действительно очень сложно наносить. То есть, я поняла, что произошло. У меня компьютер заблокировался. Она очень сложно наносится. Но эффект, конечно, ну он шикарен. Мне она очень нравится по эффекту, тому, как она смотрится, держится. Мы вообще, в принципе, как красный оттенок помады. Она шикарная, она подходит всем, на кого я наносила ее. Но вот эти вот катышки, из-за того, что она очень сухая, она, ну, совершенно ее кремово, совершенно реально сухая. То есть, если нуба она в бальзаме, она засыхает, то это как уже засохшую нубу ты пытаешься растянуть по своим губам. Поэтому с кисточкой вообще нереально работать. И приходится все время вот так вот красить, пытаться сделать что-то ровное, только потом кисточкой уже растягивать цвет. В общем, сенок мне нравится, но работать с этой помадой очень-очень долго. У нас даже одна девчонка, которая работает, сказала, что, черт возьми, если я хочу красные губы, но у меня очень много времени, я использую рупиву. Но если у меня нет времени, то я использую макроэк. И, в принципе, это правда. Еще один бешеный оттенок. Серьезно, я не знаю, почему я его купила, но он смотрится очень интересно на мне. То есть, я, в принципе, люблю безбешенные оттенки, но это был один из самых таких вау. Когда все люди просто смотрели на меня и, наверное, просто в душе думали, что я задолбану, ты просто человек. В общем, помада из новой коллекции Retro Matte Liquid Lip Color Recollection. И вот такой вот безбашенный оттенок. Она держится очень долго. Она наносится очень круто. Она смотрится нереально здорово. Ну, именно с этим цветом, понятное дело. Мне она очень нравится. Ее всем визажистам мак советую наносить с праймером, который, в принципе, у меня есть. Но я, видимо, ее киданула куда-то в другое место. В общем, она классная. Я не знаю, что сказать. Этот цвет, он очень-очень привлекает к себе внимание. Ну, и смотрится он достойно. Ну, действительно. То есть, бывают оттенки помад каких-то очень вау. А потом наносишь и думаешь, что? То есть, ну, видно, что помада такую милю носить. А вот эта помада именно носибельная. Что мне в ней очень нравится? Поэтому посмотрите. Может быть, какой-то оттенок вам из этой линейки понравится. Не обязательно это. Потому что я понимаю, что многие люди не готовы еще носить такую помаду у себя на губах. У меня, к сожалению, заканчивается зарядка и скоро закончится место. Но мне надо закончить это видео. Поэтому не знаю, как мы начнем. У меня есть также база для теней Prime & Prime. У меня в оттенке Light. Этот продукт я вам показывала очень давно, еще в первых видео о MAC, когда я снимала. Мне очень нравится. Я его использую даже чаще всего, чтобы растушевать карандаш по глазам, чем просто закрепить тени. Ну, в принципе, он выполняет все функции праймера и выполняет их очень хорошо. Мне нравится, что он кремовый и то, что он, знаете, не засыхает. И потом по нему, как по Urban Decay, например, нельзя уже никакие тени растянуть. Потому что Urban Decay просто как тень, я не знаю, набережно склеивает на глазах. Что даже, знаете, бывают подводки какие-то, какие-то не оттереть вообще ничем. Даже маслянистыми какими-то смывками. Вот Urban Decay то же самое делать с тенями. С любыми. Будь-то какие-то Essence, Catrice, там, и да хотя до самих Urban Decay, там, Glot, MAC, в общем, ну, поле, например. Следующий продукт. В принципе, покажу сразу два. Это две вот такие вот палеточки. Обе они лимитированы. Одну мне прислала Неанила Бранштейн. И это из коллекции Антонио Лопес Space Coral. Здесь у нас румяшки, хайлайтер и бронзер. Вот использую только румяшки, честное слово. Я не знаю, когда я эти продукты буду использовать. Понятное дело, что в моей визажной... Боже мой, я все время говорю визажный, визажный. Я даже не знаю, буду ли я работать потом визажистом. В общем-то, в практике моей оно еще пригодится. Особенно вот этот шикарный бронзер. Потому что я чаще всего делаю какие-то образы более неносибельные. Как вы видите, и по мне можно это сказать. Потому что никто вот так не красится на улице, как бы нормальный человек. В общем, да. Палетка мне нравится по оттенкам, но не подходит она мне. Поэтому я использую только румяшки. На некоторых людях, которых я пробовала, палетка шикарно смотрелась. И даже бронзер как бы не был таким вот странным по оттенку. Потому что просто был другой светотип. Еще одна палетка, которая в недавней коллекции. Эли Голдинг. Так, она называется у нас... Честно говоря, я не знаю где название. Поэтому просто покажу обратную сторону. Там в этой коллекции всего две палетки. Одна с тенями. Так, либо кремовыми, либо... Я не помню, честно говоря, каким. В общем, у них жирная текстура. У этих сухая текстура. Здесь нет матовых оттенков. Они все с блесками. Есть более такие сатиновые. Есть более шиммерные. А вот здесь вот, я честно говоря, так и не поняла. Как бы тут идет, что это база. Но база вот такого оттенка это странно. Поэтому я использую их как обычные тени. Чтобы сделать влажный эффект на глазах. Потому что сейчас это больно модно. Чтобы ваши глаза были как будто намочены водой. Поэтому использую именно для этого. И палетка действительно делать может и дневные макияжи, и вечерние. Она мне очень-очень понравилась. И я не пожалела ни одной копейки, что ее приобрела. Поэтому если еще наткнетесь где-то, то просто потестируйте. Потому что еще эта коллекция пока что продается. И в принципе она стоит своего внимания. Вашего, точнее. Своего. В общем, да. Ну и на этом, наверное, сегодня все. Потому что продуктов действительно было много. Ну, вы сами видели. И примерно такое же количество еще осталось. И, кстати, ксовочи от помадки не смываются. В общем-то, да. Ждите следующую часть. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пишите, что вы использовали от помадки. И вообще пишите все, что вы хотели видеть. Потому что, как вы понимаете, видео не было почти два месяца. И это весомый срок. И все было, понятное дело, у меня из-за Невских берегов. И из-за работы. И из-за болезни. Ну и вообще, в принципе, много всего навалилось. У меня такое чувство, как будто мне лет 30. Что я такая вся занятая. Мне что-то надо делать и так далее. В общем-то, пишите про образ. Потому что в следующем видео будет точно такая же. Потому что я сниму его сейчас. Это и логично. Потому что смысл у меня нет, что он в химии. В общем-то, да. Надеюсь, вам все понравилось. Действительно, пишите. Интересно будет вас послушать. Хотелось бы сказать. Почитайте то, что вы пишете. Какие-то, может быть, советы или еще что-то. И сейчас вам покажу видео все-таки с Невских берегов. Если еще не показала. Если показала, покажу фотографии. Я когда так делала, у меня губы... Губа до сережки достает. Это так противно. Да. В общем, пока-пока. И помните, чтобы вы не надели, как бы не накрасились. Увы, всегда идеально. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!